МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Даже на 10 часов было. А как вы письма высылаете? За какое время вы должны меня провести? Неделя. Неделя. Письмо пришло только вчера. Бумажка на почтовый ящик вечером. Нет. А письмо я забрал 10 минут назад. Есть выписка. Пиздит. Ну, не выписка, а распечатки с почты. Видите? Ну, а вы не могли мне по телефону сообщить? Мой телефон такой, ну, неизвестный. Вообще полиция, никто вообще не знает мой телефон. Я же просто лично вас просил, чтобы вы мне сообщили по телефону. Я такого не помню. А, вы не помните такого, я понял. Конечно, вы не помните. Вы уже протокол уже сложили? На 10 утра вас приглашали. Вы уже сложили протокол на данный момент? Протокол, да, господинитель. Врет. Я б даже сказал, пиздит. Можно, да, ознакомиться с протоколом? Да, честно. А на меня вы сложили протокол? А на кого? А чего на меня? Потому что есть постанова следователя. Ну. Удобно на русском разговаривать? Да мне на любом. Хоть на французском. На французском, к сожалению, не могу. Ну, я понял. Давайте дальше. Вот по поводу вашего первого вопроса, да? 12-го числа отправлялась. 14-го числа была у вас в почте, а сегодня 16-ая. В почте она была? Она была в почте. Ну, она была не у меня. Ну, два дня. Два дня. Я понял, за сколько дней я должен был быть, согласно законодательству, быть осведомлен. Вам за неделю отправили запрос. 12-го числа, видите? 12-го? А ну-ка, давайте посчитаем. 12-го плюс 7-го это сколько получается? Ну, рабочая. Это получается сколько дней? Рабочая неделя. 7 рабочих дней или 7 обычных дней? Сергей Иванович, почему вы кричите? Да потому что вы хернёй занимаетесь. Вот я кричу, блин. Вы сами сказали, 12-го числа вы отправили. За 7 дней. Рабочая неделя. 12 плюс 7 это сколько получается? Это получается 19, а не 16. Сегодня 16 число. Если хотите покричать, то выйдите покричите. Я вам ещё раз говорю. Что, за сколько вы сказали? За 7 дней. Ну, так давайте разберёмся. Я вам ещё объясняю. Вы как-то меня вызываете, я не понял, блин. Рабочих. Ну, сколько рабочих дней вы должны были осведомить? Я говорю, хотите покричать, покричите за дверью. Хорошо, скажите, скажите, за сколько рабочих дней вы должны были меня осведомить? Я ещё раз говорю, Сергей Иванович. Я с вами вообще не хочу общаться, ну. Ну, я вижу, у вас что-то, да. Объясните мне, пожалуйста, за сколько рабочих дней вы должны были меня осведомить? Сергей Иванович, я говорю ещё раз. Да. Давайте будем общаться нормально. Всё, хорошо, да. Общаемся нормально. Скажите, за сколько дней вы должны были меня осведомить? Рабочая неделя. Это 5 рабочих дней. 5 рабочих дней. На выходных вас никто вызывать не будет. 5 рабочих дней. Вы когда отправили? В понедельник, конечно. В рабочий день. 12 числа. В понедельник, да. 12 плюс 5, сколько получается? Слушайте, есть все материалы, в них есть копии, даже вам поделали, когда так вызывать. Так за сколько? 12 плюс 5, это 17. Это не 16, это число. Если вы хотите покричать, выйдите, выкричитесь на улице, зайдите и будем общаться. Судак ты белоглазый, отмороженный. Ну, если ты видишь, что ситуация накаляется, ну, переведи стрелку на другой день. Я вижу у вас всегда видео без монтажа. Ну, конечно. Вырезаете. Ну, вырезаю, конечно, да. Когда вы заезжаете по знаку кирпич в туалет, я вырезаю это, да. Да, кто же вас снимет? Возьмите, да, давайте, блин. У вас лицо трусится. У меня лицо трусится, блин. Смотри, чтобы я сейчас ничего не затрусил из другой. Ну, уже же не кричите, видите. Я не кричу. Мы еще не начинали просто, ну, когда начнем разговаривать, когда будем... Ну, мы будем действовать все согласно процедуре, все согласно законодательству, законно-профессиональную полицию. Если бы хотели начинать, надо было в 10 утра прийти и начинать. Я понял. Ну, давайте начнем. Так. Товарищ Киричун, что вы сейчас на данный момент делаете, скажите? Относительно меня. Вы допрос устраиваете? Нет, я вас даю вопрос. Вы относительно меня проводите сейчас какие-то действия, которые предусматривают... Которые сейчас, скажите, пожалуйста. У вас боди-камера включена? Конечно. Предупредите меня, пожалуйста. Ну, идет видеофиксация. Согласно чего? Вы меня предупреждали? Я вас не обязываю. Согласно чего? Вы меня предупреждали? В каком законе скажешь, что я вас... Я же не на линии. Какой законе вы на службе сейчас находите? На службе? Какой закон предусматривает, что я вас предупреждал? Вы экзамен проводите? Да я не экзамен, я прошу, чтобы вы делали свои действия, которые предусмотрено законодательство. По повестке, по вызову. Мы это еще раз беремся. Давайте сначала, согласно какого закона и какой статьи вы делаете сейчас в видеосъемку? Сергей Иванович, Сергей Иванович, Сергей Иванович, Сергей Иванович, Сергей Иванович. Я не услышал от вас. Согласно какого закона и какой статьи вы делаете сейчас в видеосъемку? Согласно закону Украины принять полицию. Да, дальше. Статя какая? Вы экзамен тут принимаете? Да вы должны это мне сказать, вы должны сказать, что согласно 31 статье, часть 2, я привожу вас сейчас, приведите мне заход. Это вы должны сказать, а не я вам должен говорить. Я вас покажу, не кричать. Давайте дальше. Хотите кричать? Будет нормальный вам ролик. Выйдите, покричите. Я вам еще раз, давайте вы не будете говорить, что мне делать, не скажу, куда вы мне идти. Вы знаете, грубить тут тоже не надо. Я вам еще не нагрубил ни капельки даже. Так. Так, так, так. Киевская, Киевская, 96, Королевский суд. Да. Это вы сейчас заполняете протокол? Протокол в 10 утра, так как по повестке, начал заполняться. Два свидетеля сидела. А это вот, ну, я понял, с вами без толку что-то вообще разговаривают, да? Почему? Вы же пытаетесь, только разговаривают люди. Ну, так если вы уже слаживаете протокол, который выносится без меня, который в закон обстановленный срок, я не был осведомлен. Вы сказали, что в течение пяти дней рабочих дней я должен быть осведомлен, правильно? Вас осведомили. В течение пяти рабочих дней я должен был осведомлен быть. Вас осведомили. Смотрите, у вас есть постанова. Подождите, подождите, давайте разберем. Нет, давайте ждать, слушайте вы меня сюда внимательно. Давайте не будем. Вы знаете, что первый раз, если я не явился, дело переносится, рассмотрение дела. Вы об этом знаете или нет? Будут крики, еще что-то. Я громко разговариваю, я 5 лет работал гидом без микрофона. Я вам просто развиваю свою профессию из-за вас. Сергей Иванович, была постанова про скрутя криминального проваления вынесена 31 травня. Важные сличия узнайомливались? Нет. Бондарчук? Нет. Ну, тогда вы прощайте, как бы, это неизвестно. Хай бог прощает. Вы давайте, я говорю еще раз, Сергей Иванович, немного, немного, чувствуете какое-то уважение. Кому? Ну, вы же пришли к сотрудникам полиции. Или если у вас его нету, или если нету его в принципе. Смотрите, товарищ полицейский, полицейский у меня не то, что в принципе, оно у меня есть уважение, еще больше, чем вы можете представить. Ну, как бы, покажите его. Но когда они не нарушают мои права, когда вы говорите, что вы мне должны были в течение пяти дней осведомиться, и рассмотрение дела вы выносите уже. Да какая демагогика? Какая демагогика? Оставим. Смотрите, Сергей Иванович, еще раз вам покажу. Да, да, да. Остановка прозапитета коммунального проважения. 35.05.2005. Можно себе ознакомиться? Я же вас по этому и спрашиваю, то вы кричали начинаете. Я понял, да, да, да. Я сделаю ксерокопию. Нет, копию нельзя. Чего нельзя ксерокопию? Нельзя у нас сделать копию. Я пойду... К следователю, пожалуйста, идите и делайте копию. Это мои материалы справа? Это материалы, которые вы не услышали, еще раз. Давайте, я услышаю. Это материалы, которые с сопроводиловкой пришли к нам. С чем пришли? Ну, которые... С сопроводиловкой? Что такое сопроводиловка? Ну, вот, лежит. Пришли нам на управление. Это сопроводиловка? Они не вам пришли. Ага, я понял. Ну, это они меня касаются. Конечно. Я имею право... Я имею право рассказать. Вам дадут эту копию, но вы придете за ней на Лесе Украинки 17, в город Дел. Можно я согласно 268 статье ознакомлюсь со всеми материалами справы? Конечно. Все, я хочу сделать ксерокопию. Копии нет. Такого не написано, что вы должны делать копию. Как это? Кто вам такое сказал? Сергей, ознакомлюйтесь, пожалуйста. Давайте, я буду читать. Ознакомлюйтесь, читайте, да. Я хотел еще... Смотрите, во-первых, я хотел... Чтобы... Я хочу, чтобы вы сделали вид вид. Можете, пожалуйста, свои цигарки приобрести на стол? Я не курю, мы не прием. Ну, так это ваша проблема. Заберите булочку тоже. Мне кажется, булочка здесь будет более неактуальна, чем... Приберите, пожалуйста. Хорошо. Я приберу. Дякую. Смотрите, я хочу, чтобы вы сделали... Ну, не самый вид вид, я хочу... Ну, у меня нема доверия до вас. Вы будете ознайомить вас? В связку с тем. Ознайомитесь, будь ласка. Я хочу, чтобы у меня дело рассматривало другой инспектор. Во-первых. Во-вторых, я хочу использовать своим правом на юридическую помощь. Пожалуйста. Ну, так все, давайте. Когда будут рассмотрены дело? Смотрите, вас вызывали на 10 утра. Протокол составлен сейчас 10.53. Угу. 10.53. Как это вы... Так протокол еще не составлен, смотри. Он уже составлен. Какой? Вы написали время. Он уже составлен. Я уже здесь стою столько времени. Что ты мне рассказываешь? Я дописывал в протоколе данных... Какой ты дописывал? Да что он не сложит? Я дописывал в протоколе данных... Протокол ты дописывал, свидетели уже вписаны. Что ты творишь, ты, блядь? Что ты творишь? Как бороться с подземными мутантами? Уважаемый... Что ты творишь, я тебя спрашиваю? Уважаемый... Сергей Иванович, свидетель, дай сюда этот протокол. Подождите, успокойтесь. Успокойтесь. Что вы начинаете... Смотри, блядь, свидетели расписаны, свидетели расписаны, а он дописывает протокол. На, забери эту херню, блядь. Вы будете ознакомливаться? Буду ознакомливаться. Ознакомливайтесь. Делаю все копию. Нет, копию делать мы вам не дадим. Пойдете в город Делан, Лесе, украинке 17, пожалуйста, там сделают вам копию постановы, вам должны были ее вручить. Может она вам тоже почта, я сейчас пошла, я не знаю. Вы будете ознакомливаться? Буду. Сергей Иванович, свидетель, у нас время, к сожалению, ограничено. Нет, подождите, товарищ полицейский, Давайте будем согласно, подождите, согласно законодательству. Сейчас 10-50 минут. Чем регламентируется время? Время где регламентируется? Если вы заувидите, на 10 утра. Вы сюда не смотрите, это не ваша бумага. Чем регламентируется время? Это моя бумага, она мне пришла, ты не трогай ее, я за ее расписывался. Ну вот возьмешь себе ее, оставишь. Сергей Иванович, смотрите, я вас ознакомлю с протоколом, да, вы слушаете, хотите, слушайте, хотите, нет. Где свидетели? Да не надо мне ознакомиться, где свидетели? Свидетели где? Сейчас подождите, можно я юридической помощи? Можно я юридической помощи воспользуюсь? Подождите, не перебивайте, не перебивайте меня, пожалуйста. Не перебивайте меня, дайте воспользоваться юридической помощью. Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Подождите. Ну вы не кричите, пожалуйста. Я вас спрашиваю, где этот паспорт, откуда вы взяли данный паспорт? Я ж вам покажу. Ось ваш транспортный засед. Это с базы вы взяли? Это вы взяли с базы? Так. Вы можете написать нормальный мой номер? Какой номер был автомобиля? Какой был номер автомобиля? Шановный. Повторите, пожалуйста, мне нормальный номер. Я не понимаю. Вы мне сказали 20 имен каких-то. Что это? Это об свидетель? АМ-6820АТ. Все, спасибо. Так зрозуміло? Да, так зрозуміло. Хорошо. Я понял. Зі сторони вулици Ивана Мозепа в напрямку вулиці Східної воді Радеона Воскривав транспортним заседом ВАЗ-23, ДНЗ, это державный номерный знак, а М-6820АТ не вжив заходів для зменшення швидкости аж до зупинки ТЗ. Або безпечного об'їзду перешкоди разу виникнення небезпеки для руху внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода Колота АВ. Внаслідок ДТП. Ромадянин Колот АВ отримав тілесні пошкодження. ТЗ отримали механічні пошкодження. Було завдано матеріальних збитків. Так, суд у вас буде 30.06.2017 о 10-й годині в Корольовському районному суді міста Житомира за повісткою суду. Тобто канцелярія суду може дату змінити, може не змінювати, вам треба буде до них також звернутися. Послідчення водія у вас не вилучалося, тимчасовий дозвіл не видавався. Протокол складений мною, як вище вказано, ТВО обіцяється інспектора сектора розшуку та опрацювання матеріалів ДТП в місті Житомире лейтенантом поліції Кричаном Володимиром Леонідовичем. Ви будете ознайомлюватися з даним протоколом? Конечно, буду. Только я хотів зазвичай вам пару вопросов. Дивіться, давайте спочатку закінчимо. Товарищ поліцейський, ну давайте, ну подожіть, я ж якісь там могу дійсно проводити? На дану годину 10 годин ви не з'явилися. Добре. Але зараз можете дописати, що з'явилося пізні. Хорошо, скажіть, я понял. Скажіть, будь ласка, хто вписаний в качество сидітелі? Фамілию, імя? Тут є всі дані. Ви їх не прочитайте. Ви будете отримувати кордон? Да, я буду отримувати. Добренько. Скажіть, будь ласка, фамілию, імя, хто був з виділями? Для ознайома вписаний. Так. Так. За викликом. Охрен. 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 Ви вони розписали за те, що ви в 10 утра не з'явилися. Так ви тільки написали. Ви свидетелям не сказали, за що вони підписуються. Я їм повністю зачитав, ознайомився. Ви тільки що написали протокол. Ви свидетелям підписався протоколю. Ви в конце. Ви будете получать копію. Пожалуйста. Давайте так щось ознакомити всі. Я ж не можу правильно. Я вам тільки що зачитав. Та я хочу... Подождите. Ну... Я имею право прочитати? Конечно. Все. Так давайте не будете мне рассказывать. Так. 16106 Житомир, Покровск, 96. ТВО, інспектору сектору розшуку. Можно ваше удостоверение, да? Пожалуйста. У вас є полномочия, да? Рассматриваю. А вы зачем снимаете? Ну я хочу снять для себя. Снимати не дам. К сожалению, практически все сведения засекречены. Извините. Мне кажется, ми вже це розсматривали, да? Для себе будь ласка. Ну і для себе, да. А чого нельзя? Товариш полицейський, чому не хочете? Тому що це официйний документ. Я не хочу. Ну так що це официйний документ? Это службове посвячення? Конечно. Ну так дайте я зафиксирую. Где такое написано? А где такое, що мне запрещено? Вот номер житомир, пожалуйста. Где мне запрещено, где мне запрещено сказано, що я запрещено... Снимайте достоверение ознакомиться, ознакомитесь без камер. Вам министр, ну, есть такое, да, у вас? Шанова, я ще раз скажу. Я ще раз вам объясняю, ну. Посвячення... Вы Гераченко знаете советника министру? Давайте не будем... Вы знаете Гераченко... Вы можете сказати, что снимать можно это удостоверение? Безусловно, можно. Безусловно. Это требование закона полиции, что если полицейский, вы спрашиваете, кто, он обязан вам представиться. Ну, мы на камеру показать? Можно фиксировать на камеру удостоверение? Я считаю, что так, безусловно. Подождите, я хочу разговаривать. Сергей Иванович, вас с протоколом ознайомлено... Дайте мне возможность зафиксировать... Ознайомли с протоколом. Хорошо, я не буду, все, я понял. Зачем вы руками чужим вещам... Я вообще не тронул нічого, я твою вещь куда тронул. Ты возьми, ты снимай нормально, бери снимай, что я не трону твою вещи вообще мне. Вы, дивитесь, с протоколом вас ознайомлено... Я буду ще ознайомлено, удостоверяй. Подождите, товарищ полицейский... О, смотрите, у вас мышка упала. Смотрите, товарищ полицейский, у вас здесь шнурки висят. Смотрите, ТВО, инспектор сектору розшуку... Я хочу вот про судостреление, или реально написаны данные, которые сказаны в протоколе. Скажите мне, пожалуйста. Я снимать не дам. Я не буду снимать, хорошо, я буду снимать сторону, я буду у вас лицо снимать. Вы меня сюда поставьте, я буду ознакамливаться. Пожалуйста, ознакамливайтесь. Инспектор роты номер два батальона УПП у м. Житомире. Инспектор сектору розшуку. Инспектор роты номер два. Я не понял, это не вы. Вы имеете право рассматриваться? Есть наказ Киева. Покажите, ознакомьтесь меня с наказом. Я не отношусь к кадровому отделу. Так ознакомьтесь меня с наказом. Обратитесь в кадровый отдел, пожалуйста, вас ознакомлюсь с наказом. Сейчас, смотрите. Можно, да, я воспользуюсь юридической помощью. Смотрите, вы определитесь. Я вас ознакомлюсь с протоколом. Я еще раз объясню. Тут церковь никто до двух часов дня заниматься не будет. Это вам так кажется? Вы будете получать? Буду. Пожалуйста, получайте. Я могу согласно? Получайте, пожалуйста. Согласно 59 статей Конституции. Я могу пользоваться своей помощью юридической? Если нет, вы уже пользуетесь час. Уже, смотрите. Подождите, я час я пользуюсь? Я пользуюсь ей час, товарищ полицейский. Я час пользуюсь? Ну, не знаю. Вы сказали час. Сейчас 11.03. Сколько я явился? Сергей Иванович. Я никому еще не должен в этой жизни. Поняли? По сравнению от вас. Будете получать в админ практике или у нас? У вас. Ну, пожалуйста, получайте. Я сейчас пользуюсь юридической помощью. Сколько пациентов真的是 carries? Конечно, ты какой-то разгад diス�balls, стрёбbt. Буду. Бинуси полностью pulls Virgin Girls Girls. Яpers mate, я хочу просто... Сергей Иванович Миничен. Сергей,okery. Вас протоколом ознакомили. Не ознакомили меня ещё. Вот руки Вы. Вот я не вижу ни тот инспектор. Я хочу уточнить, согласно юридической помощи открывать количество Раз결ник или нет. Сергей Иванович. Я хочу уточнить согласно юридической помощи или вы имеете право рассматривать. Покажите приказ, что вы имеете право рассматривать. Сергей Иванович, смотрите, справа, что до вас, расследователь, мы выполнили его постанову. Будьте, ваши материалы, как вы используете... Давайте я буду рассказывать, я буду дальше читать, я читаю. Сергей Иванович, я еще раз скажу. Я читаю. Або отримуйте копию. Я буду отримувати копию. Будьте, отримуйте. Я вам зачитал. Я могу перечитать. А могу перечитать? Все, я перечитаю. Я перечитаю. Все, спасибо. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Это Родионов Сергей Иванович. Я нахожусь сейчас в управлении патрульной полиции в городе Житомире. Вот смотрите, вот на меня был складен протокол по ДТП, да? Во-первых, меня не осведомили в законном установленном сроке, но это не то дело. Вот тут написано, что рассматривал инспектор сектору Рошику, да? А в удостоверении просто написано патрульный инспектор. Читайте, как написано. Что? Ну, так это другой человек, как бы, он не имеет полномочий. Он говорит, что есть какой-то приказ, приказом он меня ознакомлюет. Он, ну, что он в Иконовичи. Инспектор Рошик. Какая постанова? Протокол, я говорю. Ну, протокол есть у вас на руках? Ну, есть, да, вот. Ну, и какая фамилия там написана? Фамилия написана Киричун. Ну, тут написано, инспектор сектору Рошику. У него написано, что это просто патрульный инспектор. Но тут написано, что ТВО он. Я говорю, ну, покажите, говорит, есть приказ Киева. Я говорю, ну, покажите приказ Киева. Говорит, я не буду вам показывать. Какой приказ Киева? Ну, я не знаю. Вот он такое сказал, я тоже, плачу, какой приказ Киева, вот. Просто у него написано в документах одно, что он на одной должности находится. А протокол пишет, что он находится на другой должности. Ну, как бы, это вообще какой-то другой, может, человек. Я же не знаю. Ну, все, есть патрульная полиция. Один и тот же человек. Ну, так зачем документы у него написаны? Ну, одно, а он другим занимается. К руководству их не обращайтесь. Откуда могу знать? Ага, я понял. А кто знает, вы не знаете, кто знает? Ну, только руководство, я как могу знать. У меня, например, одна похода по свече не пишется, но все меньше. Да что ты, черт побери, такое несешь. Я понял. Ну, у вас все прекрасно, как видите. Все, спасибо вам. Еще раз, вы с протоколом. Нет, буду ознакомиться, я еще раз знакомиться. Ну, нет, да. Подождите, буду, я прошу, не перебивайте. А вот мне опять все перечитываю заново. Вас перебить очень тяжело. Сергей Иванович, смотрите, еще раз. Не будем займаться тут, зараз. Дайте, я ознакомлюсь с протоколом. Клоунадою и цирку. Клоун это ты, ты понял? По жизни клоун ты. Все, я зрозумію. Дай прочитай протокол. Дай прочитай протокол. Протокол не прочитай. Дай протокол. Дай, дай, расписывайся в протоколе. Дай протокол. Моё ощущение – полная беспомощность. Дура, бля.